здравствуйте друзья к вашему вниманию очередной диалог нашего подписчика автора девушки с взыскателем из банка тиньков я так урывочками послушал мне показалось интересно теперь вместе с вами буду слушать а в конце чем-нибудь прокомментирую и так внимание поехали вот эти время представьте молодой человек мне тут твою генщик статьи валерью на как вас зовут павел евгеньевич меня зовут а фамилия есть у павла евгеньевича конечно можно и узнать кондратьев 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 такой скромный кондратьев по какому вопросу меня там интрига разъедает конечно я это вы да сессия валерьевна именно с вами говорит главный специалист административного обискания о общей безосторечной карате павел евгеньевича действуя в интересах аутинку банк все разговоры записываются для подтверждения вашей личности назовите дату вашего рождения пожалуйста вы серьезно господин кондратьев а что вы там такого а вы мне свою назовите нашему табачки на заводах рождения я могу любую дату рождения назвать я могу любую дату рождения назвать тогда он поймем что это не вы потому что у меня есть ну ладно вы назовите давайте вы назовите а я подтвержу или опровергну устраивает такой вариант невозможен вам нужно самой назвать дату рождения полностью давайте так тогда нам же надо к какому-то прийти конструктивному диалогу вы мне озвучьте пожалуйста почему актив бизнес коллекшн так активно мной интересует чем активным не более чем другими ну я понимаю что не более чем другими я про себя говорю очень активно а после нового года такие скромные все стали имя и отчество и все и все говорят по личному вопросу исключительно нужно представиться уже полностью именно поэтому я с вами диалог и продолжаю потому что вы все таки соизволили представиться так вы мне ответите на вопрос чем я обязан таким вниманием актив бизнес коллекшн так не более чем другими не споры не споры да 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 наша компания одинаково но вы не ответили тем не менее на мой вопрос у нас кондициональная информация конфиденциальная вы просто там явно что-то курите всем коллективом до нового года никакой конфиденциальности не было вы даже не спрашивай я не я выкладывали всю информацию по тинькоу банку скажи что у вас что там за завтра и хватили теперь вы выясняете все дату рождения с кем я разговариваю и все равно вы не можете быть уверены даже если я назову дату рождения это совершенно не относится нет ну это уже не так весело тогда становится хорошо хорошо давайте 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 я сделаю вам одолжение я просто люблю мужские голоса 25 06 78 у вас устаревшие данные у вас устаревшие данные ну как почему я не давить не давить как вчера как вчера то есть воскресенье пардон пардон в пятницу я разговаривал с тинькоу банком именно поэтому я вам утверждаю что ваша информация немножко устарела хорошо что вы разговаривали что вам сказали ну молодой человек ну что вы какой ну неужели я буду вам рассказывать о своих интимных отношениях с тинькоу банком ну как вам не стыдно давайте я вас послушаю я вам представилась дату рождения назвала я очень хочу послушайте пожалуйста да 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 поскольку вам уже было воскресенье с самопоплаты с процентами до срочной по 811 власти у нас будет с Российской Федерации за просрочку последняя оплата была на 9000 рублей у вас 10 августа прошлого года в связи с этим вам сейчас рекомендуется как можно скорее произвести вашу оплату вашего текущего долга 182 055,18 копеек например 3 дней на срок таким образом будете произвести оплату на все время так давайте расставим все точки над и вы не банк тинькофф вы действуете от имени банка тинькофф коллекторское агентство по ну да по агентскому договору по агентскому договору замечательно вот смотрите актив бизнес коллекшн как вы ставите по имени и отчеству простите напомните Павел Евгеньевич Павел Евгеньевич вот за ваш такой вот очень нежный голос да мы с вами и побеседуем вы заключили какое-то соглашение с банком тинькофф банк тинькофф должен был меня уведомить письменно о том что в наше интимное отношение вторую встречу страна и я без проблем с большим удовольствием буду отвечать именно на ваши вопросы а не на вопросы тинькофф банка но я же об этом не знаю но если это был бы скажем агентский договор нет 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 минутку по любому договору и по договору цессии и по агентскому договору должны быть уведомлены все стороны договора вы хотите сказать что я в этом договоре не фигурирую у нас заговор с тинькофф банком нет ну я вам я же вам вполне очень простой и логичный вопрос задаю ага да 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 если бы вашим новым кредитором была скажем наша компания то вам бы прислали что то есть ну давайте я вам давайте я вам попробую бытовым языком объяснить что вы все таки поняли меня мою вот такую позицию да вот чисто женским языком я вам объясню вот смотрите мы с вами допустим нет давайте вы мне вот и сейчас торгаетесь и никак не хотите общаться нет я очень хочу общаться я же вам сразу сказала значит подтверждение вам нужно вы тогда можете сделать вопрос на электронную нет 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 молодой человек это не моя инициатива была заключать агентский договор а инициатива банка и он обязан меня уведомить если вы еще раз говорю как инициатор этого диалога хотите со мной пообщаться я буду только рада но я хочу знать что банк сняков сказал я на нее обидался разговариваете-ка вы с ней а тут получается я ни сном ни духом без меня меня женили и спрашивают какие то прям ну совсем уж интимные вещи ну как так молодой человек ну то есть смотрите ну то есть смотрите мы с вами можем поступить то есть вы ждете именно что вам так я уже говорила вашим сотрудникам это же не сложно почта России заказным письмом с уведомлением я получаю читаю банк сняков заключил там бизнес коллекшн такой-то договор дорогая Настасья Валерьевна разговаривайте с ними и все и вопросы отпадают давайте зафиксирую вашу электронную почту вы как-то вы нет вы ее не зафиксируете не надо мне по электронной почте молодой человек я еще раз вам говорю как положено законным путем через почту России заказным письмом с уведомлением это мое право как мне общаться с банком устно или письменно согласитесь? это даже в договоре прописано ау да я вас услышал да я вас услышал так сейчас я вам скажу сейчас минут пожалуйста так спасибо за свидание значит смотрите можно для отправки почты России использовать абонентский ящик 82 город Москва еще раз вам повторяю я никаких действий предпринимать не буду ни запросы делать ни писать никуда это обязанность банка заключив договор с третьими лицами и передав мои персональные данные меня об этом уведомить я не оскариваю право банка в этом бога ради но опять таки как я в пятницу разговариваю я лично позвонила Тиньков и спросила ребят кому передали мои данные что за посредники со мной связываются они меня идентифицировали все узнали кто я такая сказали да вы что Анастасия Валерьевна нет такого никому ничего не передавали мы вас до сих пор любим и ждем и вот как мне к вам теперь относиться но вы же можете нет ваш кредитор Тиньков банк может быть как-то неправильно спросили там ничего подобного я в адекватном состоянии я в отличие от вашего всего дружного коллектива не курю ничего не употребляю и всегда в ясном уме именно разговор шел об агентском договоре они сказали что мы ничего не заключали так вы не лукавите сейчас сударь ну пожалуйста я могу продиктовать номер агентского договора можете у них спросить если у них там может быть там сотрудники некомпетентные не знаю я могу вот там ну ну ведь это не моя проблема так обязательно давайте диктуйте угу хорошо так пишите угу номер агентского договора 99 угу от первого декабря 14 года от первого декабря 14 года да 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 это именно по моему делу да 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 вы ничего не путаете молодой человек в смысле что то есть именно конкретно по моей фамилии по моему делу заключен агентский договор что вы имеете право распоряжаться моими персональными данными от 14 года вы в курсе что сейчас будет это на все договоры действует это ранее заключен был договор с банком да по всем договорам можно с вами с другими это агентский договор который предполагает данные а я предполагаю что вы в какой-то параллельной реальности находитесь ну да ладно бог да с ним это ваше право почему а вы мне а вы мне не подскажете когда с Тиньковым банком был заключен договор ну так я вам сказал ну вот только что не агентский договор мой договор кредитный договор с Тиньковым банком если вообще такой договор заключался дата начала действия договора 29 ноября 10 года 29 ноября 10 года замечательно сколько сейчас от меня Тиньков хочет что хочет вот Тиньков что-то хочет от меня ну вот я вам озвучил рекомендации по оплате то есть сумму сумму молодой человек сумму ну вот я вам говорил 182055 рублей 18 копеек например стрельбинный срок платить а срок действия договора от ноября 10 года на какую сумму какую сумму вы брали хотите спросить да 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 69 тысяч 69 тысяч смотрите я брала за 6 лет под моим кританцием я отдала банку 672 тысячи и теперь Тиньков с меня хочет получить еще 182 потрясающе я же говорю вы в параллельной какой-то реальности существуете ну вы же с условия договора читали договора минутку договора нет не читала у меня нет даже договора на руках его в принципе не было была анкета о предоставлении данных ну вы же были согласны с тем что с анкетой собственно конечно берете кредит вот на таких условиях ну все вот значит вам сейчас начислили за просрочку вот такую сумму ну хорошо давайте я вас я вас поняла и ваши математические вычисления в принципе мне тоже понятны зафиксируйте как вы говорите это вообще кстати даже не к вам у вас же банк просит со мной связываться так вот передайте банку что у меня к нему претензий нет а если у банка есть ко мне претензии я его жду в суде вернее даже не я а мои юристы ну раз у вас к нему претензий нет почему вам так не произвести оплату мне кажется все достаточно за 69 тысяч 672 по-моему очень хороший аппетит и я их удовлетворила если банк с этим не согласен еще раз повторяю мои юристы будут ждать его в суде а почему вы решили что вам суд выгоднее будет а не суд хорошо что вы мне предложите ну нет ну если вот суд из чего вы взяли что вам суд выгоднее будет хорошо суд будет с чего я взяла ну нет конечно я сейчас не могу решать какой судья вынесет решение но мне это очень любопытно именно поэтому я все таки настаиваю всегда ли в такой ситуации как-то люди не стараются решить данный вопрос с банком разве данная причина а вы поверьте мне я уже не хочу этот вопрос решать в данной ситуации потерпевшие кто у нас банк теньков считает себя ущемленным ну а вы понимаете вы принципиально на мою вопрос не отвечаете в вами были нарушены обещания по договору поэтому мы с вами связаны ну вот я же вам об этом и говорила вот смотрите мы же все живем в правовом поле вы считаете что я нарушила банк вернее считает да я буду вас обходить как посредника банк считает что я нарушила условия договора которого не существует опять таки вы это подтвердили в телефонном разговоре так почему бы банку тогда если он хочет что-то и считает себя правом не пойти в суд это же логично у вас кредитная карта есть два вида есть кредитная карта есть непотребительный кредит что 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 еще раз и погромче на запись кредитная карта и что еще есть два вида кредита ага ну не меня вы имеете ввиду вы как-то поверитесь с мыслями потому что как бы я тоже запишу ну да 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 то есть это кредитная карта у вас вот уже такая ситуация сложилась когда времени остается меньше да вам все это лесообразно как-то все таки решить данный вопрос потому что если не решать молодой человек это не мне целесообразней и не мне это нужно это нужно банку попробуйте может там что-то перепродать перезаложить вы шутите что ли да неужели вы думаете что я буду что-то продавать перезанимать или что-то искать чтобы после такой суммы отдать еще 182 а потом молодой человек так же под запись разговора смотрите а я вам объясню как я его вижу в прошлом году осенью вы меня дослушайте в прошлом году осенью некоторая очень прыткая особость кинков банка кстати это тоже все фиксируете пусть выяснят очень долгое время название моему работодателю с угрозами расправы телевизионщиков какое-то там интервью грозилось взять а звонила она непосредственно на предприятие гособоронзаказа который курирует соответствующие органы так вот с вашей девушкой из Тинькова конечно разберемся но вот смотрите после этого меня уволили и теперь каким образом вы взыскивать с меня будете и теперь каким образом вы взыскивать с меня будете допускает такую ситуацию многие люди оказываются подобны вашей ситуации при этом далее они как-то не нет минутку я виню непосредственно в потере своих доходов именно Тиньков банк и его сотрудников как быть нам дальше в таком случае уже давно можно было судебное разбирательство с данным вопросом нет это обязательно обязательно молодой человек но вы же мне сейчас не по этому вопросу звоните правильно? ну конечно это уже отдельное разбирательство отдельное взыскание да в данном случае просто я говорю что целесообразно может тогда если не получается ничего продать может обратиться тогда кому-то за помощью там перезанять младой человек я за помощью не обращалась никогда и никому лет в 14 поверьте мне на слово и не собираюсь этого делать в которых человек сам не может справиться с проблемами а ну это само собой я подключила замечательных юристов именно они будут разбираться во всей этой ситуации ну это другая ситуация что вы потеряли работу поэтому нет 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 это само собой я говорю непосредственно о финансовых вопросах с банком будут разбираться теперь вернее они уже разбираются и письма в банк отосланы этим всем занимается юристом потому что мы достаточно проинформированы на последствиях давайте трансформировать далее то есть действительно то есть может быть обращение банком суд на основании с 21-22 сатеградского российской федерации замечательно может быть закручено на производство в его рамках пристава могут в любое время в 6 утра в 20 вечера производить акламентские действия подвесом регистрации местопохождения имущества да 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 а вы хоть в курсе молодой человек вы в курсе что мы без жилья остались вообще на улице вы об этом в курсе говорите сейчас мне про мое имущество движимое и недвижимое такая ситуация я вам сама могу сказать какая обычно бывают ситуации не занимайте время предметы не первой необходимости то есть телевизор там утилки и прочие вещи вы думаете они у меня есть да 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 все это реализуется за бесценок приставим наукционе замечательно я буду только рада вот поверите мне а репутация ладно согласны с этим к тому же на системе долг может перепродаваться сторонним организациям на основании о тут я вообще за руками и ногами перепродавайте я хочу просто взглянуть на людей которые купят этот долг и с этим возникает тоже проблема с оплатой а то есть до этого у меня проблем с оплатой не было а вот именно когда вы перепродавите они вдруг раз и возникнут вы меня хоть слышали счета меняются да на здоровье хоть вообще пусть и меняются да 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 то есть это может быть любое коллективское агентство там отмороз может быть замечательно не могут писать сообщения звонки да очень очень я просто без сообщения уже не могу а личный контакт вообще будет замечательно из ваших средств из каких из ваших средств из каких из ваших средств у меня нет средств вы а также начисляться может быть сразу пение стойкином кредиттором да 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 а я я я согласна пометьте там зафиксируйте я согласна я хочу вот именно вот так вот вы же вы же для банка собирать информацию То есть, несмотря на, возможно, такие риски, вы оплату... Риски? Давайте о своих рисках я буду сама отсудить, хорошо? А как вы можете оплату внести? Половину суммы оплатите? Половину суммы чего? По какому? По исполнительному лифту? По какому варианту? Вот вы меня же спрашиваете, как вы будете оплачивать? Исполнительный лифт – это уже другая история. А вы про что сейчас говорите? Половину чего? Я вам говорю, чтобы избежать таких возможных последствий, вы сможете половину текущего долга оплатить? Кому? Кому? И на каком основании? В банк. На основании того, что у вас имеется долг. Ну вы меня заставьте. Заставить меня может только судебный пристав по решению суда. И вы об этом прекрасно узнаете. То есть вы никакие платы не будете носить, да, вообще? То есть даже 40 тысяч вы сможете оплатить даже все время, правильно? Я даже не собираюсь этого делать. Так. И меньше сумма, меньше 40 тоже никаких сумм. Молодой человек, я уже вашему актив бизнес коллекшн месяца 4 твержу, что ни копейки я не проплачу. Вы так зафиксировать не можете до конца, что ли? Фиксатор у вас сломался или как? Зафиксируем. То есть не отказывается нажать. Я и так вам сделаю большое одолжение, разговаривая с вами, не знаю даже кто вы такие. Спасибо. Дополнительный телефон, если я с вами... Не имеется. Не имеется. Так. Поскольку вы совершенно полностью отказываетесь от оплаты, я вам сообщаю, что в таком случае в ближайшее время по месту вашей регистрации вместо каждой не может быть член вы из нашего сотрудника для получения... Я их, молодой человек, я их жду с августа месяца. Они вам что, на линиях и пирожках едут, что ли? Где они, в конце концов? Возможно, в ближайшие дни произвести оплату в вашей текущей региодорожности 1825 рублей 18 копеек. Спасибо вам большое за длинное время. Всего вам доброго. Вам всего хорошего. Вот не буду, друзья, вообще ничего комментировать. Просто скажу огромное спасибо автору. Ну и перенаправлю вас в описании ролика. Там есть ссылочка на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании АЛЯМ. Ну или можете в правом верхнем углу увидеть сейчас значок подсказки. Он кликабельный. И там тоже, нажав на него, вы попадете на наш сайт и обязательно посмотрите видео, как устроена работа кредитных юристов компании АЛЯМ. Именно для тех, кто недавно на нашем канале и кто не знает, что мы можем сделать для вас. А мы можем сделать многое. А именно избавить вас от кредитной зависимости, от кредитного рабства. То есть представьте себе, уже если вы сегодня принимаете решение, то завтра вы просыпаетесь совершенно свободным человеком, свободным от долгов. Ну, ставьте, пожалуйста, лайк за ролик, поделитесь в соцсетях. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании этого ролика, да и любого другого. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»